Привет, привет, книжный мир! С вами Лена, и сегодня мы вместе с вами будем участвовать в задумке Вики с канала Гелетика. Пару, наверное, месяцев назад мне Вика написала, что у неё родилась одна идея, и она хотела бы её вместе со мной реализовать. Я сказала, конечно же, я хочу, я вообще за любой книжный кипиш, кроме голодовки и мечтуна. Так вот, в чём состоит задумка? Мы с Викой выбрали по одной книжке со своих же полок, не читанных. Эти книжки прочитали, в них добавили пометки, какие-то комментарии, этими книгами обменялись, и теперь будем читать книги, которые мы друг другу отослали. То есть, она читала книгу А, я читала книгу Б, теперь мы обменялись, теперь она мою книгу Б читает, а я читаю её книгу А. То есть, у меня будет реально в руках артефакт со всеми мыслями, находками, не знаю, чем ещё, потому что я уверена, что здесь, помимо книги, что-то мне Вика ещё закинула. Какую книжку я для Вики выбрала, вы можете посмотреть в этом, в этом, в этом, в этом где-то ролике. Что касается книги, которую читала Вика, я не скажу, какая это книга, потому что, когда она мне свои 10 книг отправила, я выбрала три и говорю, читай любой из этих трёх. Но вы мне вот хоть к стенке представьте и скажите, Лена, если не скажешь, какие это были три книги, вот если не скажешь, ты больше не будешь читать Рэббрид Вернер никогда в жизни, я всё равно не вспомню. Я не помню, что вы были там за три книги на её выбор, то есть, тут какая-то из трёх, которые я, предположительно, знаю, какая должна быть, но я не знаю. Поэтому давайте распаковывать, узнавать, что же я сегодня буду читать. Так, ну что, я готова. Я, как всегда, сама... А, вы всё равно ничего не видите, потому что всё запаковано. Так, буду всё читать с вами, потому что не зря названа книжным диалогом, и в этом диалоге участвую я, и все мы вместе. Лена, шлю тебе мой пламенный привет и немного провизии в долгий путь на Аляску. О, это, наверное, будут запахи чужих домов, потому что, мне кажется, там была эта книжка, я её захотела прочитать после отзыва Иды. Давай здесь, крыса. Наверное, она. Вот да, с какой-то вот сказкой могла бы. Надеюсь, он будет приятным. Спасибо за то, что заинтересовалась этой затеей. Ты очень меня вдохновляешь. Вика, ты меня больше вдохновляешь, и я завидую всегда твоей креативности и твоим суперэстическим заставочкам. Так, та-та-та-та-та-та-та, выхмеляешь и являешься тем редким человеком, который с первого взгляда вызывает желание подружиться. Ну что ж, путь. Вика, это было взаимно. Когда я смотрела твой первый ролик, я сразу на тебя подписалась, потому что ты такой позитив и светлый лучший, но по-другому и не сказать. Запнимала тебя. Спасибо за это. Так, значит, вынимаем. Я даже не буду... Тут есть подсказки. Я не буду пока на них смотреть, так, потому что я хочу сюрпризы. Да-да-да, это запахи. Ой, сейчас еще вот тут что-то одно. Я вам покажу, а себе не покажу. Так, все, вверх тормашками, попкой наверх. Мы с... Я-то еще добавлю, что мы друг в дружке еще записали дополнительные видео. Наши впечатления в середине книги и наши впечатления по окончании. Я так поняла, что Вика еще записала мне в начале, что она думала о книге, а я вот забыла про этот момент. Потому что я вроде, когда книжку я выбирала, и она мне выбирала, мы вроде как объяснили, почему я тут не хотела. Поэтому я решила не выбирать. Да, но я вам объяснила, почему эту книгу я из ее десятки выбрала. Потому что на нее был хороший отзыв у Иры с Оставательской Аляссо. Ну, сегодня, на самом деле, такая солнечная погода, что Аляску мне вот надеюсь, что будет очень хорошо Аляска прописана. Боже мой, боже мой, это такая прорезиненная обложка. И вот тут, вот вы можете уже видеть тут... Нет, вы не можете видеть. Ну, вот тут в общем есть открытка. Все начинается с открытки. Давайте, собственно, давайте сначала и начнем. Так, а ты заметила зашифрованную картинку на обложке? Тут рога. Вы видите, здесь как олени рога, похоже. Но если бы ты не сказала, я бы не стала вглядываться. Я явно никогда не видела... Это ведь рога, да? Олени, хорошо. Так, ушки, начинаем. Эта открытка служила мне закладкой и не захотела расставаться с книгой, так что не буду их разлучать. И я их тоже не буду разлучать. Значит, здесь будут пометки, как я вам уже сказала, записки. И вы знаете, что мне это напоминает? Теперь мне напоминает мою любимую еще книжку «Корабль Тесея». Теперь у меня у самого снижения «Корабль Тесея». Так что давайте я начну читать прямо вот сейчас-сейчас. Так, и тут сразу первое. Я вам частично буду, да, что-то про лог. Как было раньше. Руфь. Бесполезный факт обо мне номер один. Люблю имя Руфь. И Ребекка. Я не смогла не сделать включение сразу после первого абзаца, поскольку здесь, мне кажется, уже проявляется талант автора как рассказчика. Он соединяет что-то такое кровавое и ужасное вместе с чем-то невероятно прекрасным. Я вам просто зачитаю кусочек, да, как наша героиня говорит о том, что она не может перестать вспоминать, как отец ее, да, подвешивал тушу оленей в сарай, чтобы заготовить мясо. И как разъезжались олени ноги с копытами, напоминающими пуанты балерины, когда отец вспарывал зверю живот. То есть что такое жестокая, да, кровавая разделка туши и балета, легкость, невесомость, красота. Хотя, знаете, если мы подумаем, что там в пуантах творится с этими бедными ногами, наверное, зрелище будет столь же, да, кровавое. Лена, привет! И привет всем зрителям канала Once Upon Time. И прежде всего я, конечно, Лена, хочу сказать тебе спасибо за то, что ты поддержала эту мою идею и согласилась в ней поучаствовать. Потому что когда мне только пришел в голову вот этот формат, я сразу подумала про тебя, что интереснее всего было бы попробовать осуществить его с тобой. И здорово, что все именно так и получилось. Теперь немного о том, почему я взяла именно эту книгу из тех трех, что ты выбрала, из тех десяти, что я предложила. Дело в том, что здесь, насколько я знаю, речь идет о жизни подростков на Аляске. А Аляска это у нас как бы север, даже затрагивая вот зону за полярным кругом. То есть прям север-север. И ассоциируется обычно Аляска вот со снегами, с морозами и со всем таким. И так получилось, что для меня север это не просто вот обозначение на карте, на там розе ветров, как сторона света. Дело в том, что я родилась на севере и лет до десяти жила там. Я родилась в Мурманске. Это у нас получается уже даже за полярным кругом. Вика, мой папа из Мурманска, так что мы с тобой. Я наполовину получается мурманчанка. Систер. То есть я знаю, что такое полярная ночь. Я видела северное сияние. Я в детстве читала сказки народов севера и так далее. И поэтому мне показалось, что будет интересно прочитать вот эту книгу с тобой. Возможно, у меня тут будут какие-то ассоциации с моими воспоминаниями из детства. И что-то интересное я смогу рассказать про это. Или, по крайней мере, возможно, что-то показать даже. И, в общем, будет как-то любопытно сравнить вот то, что я представляю о нашем севере. И то, что будет описываться здесь. Хотя вот я уже проверила. Тот город, где происходит действие, он не за полярным кругом. Он все-таки южнее. Но все равно север есть север. И вот я пока прочитала буквально самое начало. И что могу сказать? Читается очень легко, просто максимально. И еще могу сразу сказать, что я уже почувствовала себя невежественным человеком. Потому что я даже не задумывалась о том, что для Аляски актуальна проблема расизма. А ведь действительно, если есть коренное население, и есть люди, чьи предки когда-то приехали, когда там уже жило вот это коренное автохтонное население народности, то в такой ситуации всегда люди начинают делить друг друга на группы вот по этому признаку. И вот пока тут это упоминается, но без какой-то жести. Не знаю, будет ли она дальше. Посмотрим. Читаю и встретимся с вами на середине приблизительно книги. Хотя вот тут книга-то такая небольшая. Тут 250 страниц. Так что встретимся очень скоро. Вика, во-первых, еще раз про Мурманск. Как круто. Это очень круто. Но я была в Мурманске, когда я была ребенком. Не знаю, мне кажется, еще до школы. То есть единственное, что я помню, когда мы с папой ходили на море. И там были камушки, из которых росли водоросли. И я их начала собирать. И начался прилив. И все-таки, Лена, бросай, прилив начинается. Как я бежала, боялась, что меня заберет вода. Хотя я понимаю, что-то не случается. 30 секунд. И вот эти камушки с водорослями. Я помню. И все, я потом больше не ездила. Вика, если соберешься на родину, зови. Давай сездим вместе. Да, что касается вот этого момента, который ты сказала. Расизма. Мне кажется, сейчас настолько все часто перемещаются, приезжают. Что именно миграционный расизм, если его можно назвать, он существует везде. И, наверное, из-за этого я не обратила внимание. Я знаю, про какой диалог ты говоришь. Поэтому я на самом деле сейчас отправляюсь в Питер на встречу. Но я тебя с собой хватаю. И мне надо посмотреть. Может быть, у тебя тут не подписаны странички. Давай я посмотрю, докуда я могу туда идти. Ну, допустим, до 120. Я не понимаю, потому что, может быть, у меня какие-то с собой подарочки прихватить. Непонятно. Если что, приеду и дома раскрою подарки, которые, я думаю, здесь запрятаны. Папа, привет. Привет. Надо сказать, нет, так. Привет-привет, книжный мир. Да. Да. Так, уже это будет второй дубль, если честно. И еще раз спрошу, папа, ты видел северное сияние? Видел северное сияние. Это вопрос в книге был, видела ли я северное сияние. Ну, я не видела, но папа видел. И как на вид, как? Северное сияние? Еще раз говорю. Как? Ты сказала, прикольно, это был невзрослый ответ. Как радуга. Только пьяная. Только пьяная. Пьяная. Вот так вот. Да. Нет, красиво. Да, кстати, еще был вопрос про читающих людей в семье. Что ты читаешь сейчас? Акунина. Бориса Акунина. Бориса Акунина. Серьезно? Вообще, папа, у меня хохотун. Но он стесняется. У тебя, Томочка? Ой. Ну, ладно, все-таки скромные. В общем, показал папе свой улов. Но вам уже покажу в покупках. Вот вам совпадение. В книжке упоминается 4 мая, и это день рождения моего папы. А еще, кто читал книгу и кто смотрел сериал «Остаться в живых», «Лост», скажите, вам не напомнил сумасшедшие цифры? Удача, лото, лотерея? То, что мне кажется, это либо дань уважения сериалу, либо реально слизанный кусок. Я вам не особо рассказываю что-то о сюжете, поскольку я считаю, что ролик Вики, он рассказал обо всем. Здесь каждая глава посвящена определенному подростку, и мы то за одним подростком сидим, то за другим. И, конечно, их общая специфика, что они живут на Аляске, и тут упоминаются различные блюда, какая-то определенная обувь. Вот эти маленькие элементики интересно смотреть. И что еще их объединяет? Что у каждого подростка дома произошла, ну, в родном доме, произошла какая-то определенная ситуация, которая заставила их этот дом покинуть. То есть, допустим, кто-то приехал жить к бабушке, потому что потерял одного родителя, а второй оказался не способный за ними ухаживать. У кого-то, наоборот, насилие в семье, и поэтому приходится из дома сбегать и жить в доме своей подруги, конечно же, с ее родителями. Кто-то, в принципе, дома потерял какой-то якорь, привязку, и пытается сбежать оттуда. То есть, все почему-то покидают свой родной дом. И здесь, конечно, хотелось бы больше про запахи почитать, но я скажу, что только в начале тут что-то есть о запахах, а потом много необычных таких красивых метафор, всяких северных. Но я вам честно признаюсь, мне неинтересно. Мне интересно только читать записки Вики. И вот что происходит. То есть, в начале, вот первая глава с голосом Руфь, очень красиво написано, интересные проблемы, и ты начинаешь действительно сразу сопереживать к героине. Затем появляется другая героиня, уже не такая яркая, и, честно говоря, она по голосу, я даже сначала не поняла, что я про другого героя читаю, очень было похоже, то есть, по манере написания, но, может быть, меньше метафор. И потом, все-таки, когда я к Руфи возвращаюсь, вижу, что у Руфи в голове вроде как самый такой лиричный, красивый, метафоричный язык. Остальные, видно, что они характером чуть-чуть отличаются, но почему-то повествование у всех одинаковое. И вот все эти зачины, 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 и уже неинтересно, уже никакие проблемы, и как они между собой связаны, уже хочется, да, какой-то глубины, ковыряния в темы, но этого не происходит. И я уже много страниц, пару десятков страниц читаю, не ради того, что написала Бонни, Сю, Хичкок, а ради того, что написала на полях Вика. Поэтому, может быть, дальше вам будет интересно смотреть, только если вы сами читали эту книгу, сравнить свои впечатления, ответить, возможно, на те же вопросы, на те же заметки, что Вика мне оставила. Ну, либо если вы просто любопытные, или когда-нибудь планируете эту книгу читать. Вот. По сюжету, наверное, буду мало что рассказывать, потому что будут спойлеры, ну, и во-вторых, потому что мне не очень нравится. Проблемные подростки решают свои проблемы, которые во многих книгах уже были много раз поговорены, и намного лучше. Здесь есть пометка о забавных происшествиях в сводке новостей. И Вика поделилась скриншотами забавных новостей, которые она сама копила из своего города Костромы. И я тут почитала о различных сугробах, вот таких вот интересных личностях, бородатых курицах. И меня больше всего удивил вьетнамец, который решил сбежать из такой чудесной, забавной, полной волшебных происшествий Костромы. Я не понимаю. Я бы, наверное, наоборот, полмиллиона дала, чтобы вот здесь вот это все лицезреть самолично. Вика подметила, что тут неконсистентно эпиграфы добавлены к каждой главе, и я с этим согласна, но меня это не тревожит. Меня, скорее, тревожит то, что случилось на разворот раньше, потому что Сэм пропал. И то, куда он пропал, мне не нравится. Я тут даже отметила себе вопрос, что неужели то, что я думаю, то, что я думаю. Вика, я удивлена, что ты ничего не написала по этому поводу, потому что эпиграф и бог с ним. Мы сами напишем, но Сэма, только у автора есть возможность нам вернуть в повествование. Читаю, читаю, читаю я книжку, и дошла вот уже до какой-то 80. В четвертой странице нигде нету подсказок о том, что можно открывать кулечки, поэтому я думаю, что, возможно, я их могу сама открывать, как хочу. Немного иллюстрации, не Аляск, но тоже север. Думаю, на Аляске не так красиво. Все фото наши собственные. Воу-воу-воу-воу. Да, тогда мы с этого и начнем. О, тут все, о, тут еще и все подписано, подписано. Я в конце ставлю, при дневном свете, в конце ролика тогда вставлю листалку и покажу все фотографии, чтобы в хорошем качестве. Мой родной город Мурманск, Кольский залив, Баренцево море. Вот ответ, почему я выбрала именно книгу про Север. Вот это мне какую-то Северную Каролину напоминает. Нет, все-таки я вам в конце, давайте все это, я сейчас сама все это посмотрю, а вам в конце листалочку вставлю вместе с описанием. Так, почитаем, что есть. Пара мелочей в канцелярско-скраббукинговую копилку и нечто тематическое. Так, олени, Северное сияние. О, смотрите, это же прям как сейчас у нас запахи. А вот это прям, смотрите, это же прям один в один. Класс. Так, о май гад. Коттешки закладочные. О, боже мой, романтишки. А это уголки для фото. Интересно. Это может быть как-то с этим объединить? Может и нет. Так, будем разбираться. Что бы было, чем согреться на Аляске? Это что, конфетки? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. 18 плюс. Так, у нас скоро будет перерыв на полуночный чай. Мы это все отведаем. Так, я открыла три подарочка. Я тогда еще три оставлю на попозже. А вот это реально местная экзотика. Традиционный сувенир. Не знаю, что в Кустараме там есть. То есть, немного почти местной экзотики. Вологодчина от нас недалеко. И тоже числится в местах моего обитания в прошлом. И тут что-то прям такое весомое. Что бы было, чем согреться на Аляске? Мне кажется, это чаек. Но мы это оставим на потом. Итак, разговор тут идет о стихотворении, которое рассказывает о Пойтессе, которую вскрыли. И вот из нее что-то там вывалилось. А вывалилось из нее то, чем она на самом деле является. И вот Вика пошукала и сказала, что это вроде как стихотворение, написанное Джулией Альтер. И вроде как фишка такая, что все читают это стихотворение и потом разрезают визуально, да? Представляют свое тело в разрезе. И что каждый про себя напишет. И Вика ничего мне тут не написала про себя. Но самое первое, что я подумала, из меня вывалится куча сладостей и ностальгия с меланхолией. Вот. Вика. Так что же свято там выпадет? На 108-109 странице было дано добро смотреть видеообзор номер 2. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!